Итоги уходящего вторника подбудят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Дедлайн близко. В Беларуси 1 июня истекает срок уплаты подоходного налога. За каждый календарный день просрочки платежа начисляется пенни. Сколько уже перечислили горожане? Смертельный бизнес. В обрыске задержан оптовый закладчик психотропов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Где обнаружили тайники? Романтичный патч-ворк и вываренный деним. Магазины пополнились новыми коллекциями. Приглашаем наши фирменные магазины за современным модным. Что с чем носить этим летом? А также кадровый вторник, основной экипаж и средний бал. В стране меняются правила приема в 10-е классы. Какие критерии? Вертикаль власти. Президент рассмотрел кадровые вопросы. Андрей Хмель стал главой Гродненского горосполкома. Поменялись руководители в Аршанском, Солигорском и Клецком райисполкомах. Кресло заняли Игорь Мороз, Анатолий Ладыга и Юрий Карлович. Должность главы администрации Первомайского района Минска досталась Вадиму Передне. Константин Молостов назначен председателем Государственного пограничного комитета. Экс-руководитель уволен в запас. Защита рубежей остается острой темой. В условиях сложной мировой обстановки нельзя расслабляться, акцентировал Александр Лукашенко. Пограничные войска очень много работали в последнее время. Не мне тебе объяснять. Очень много приходилось с этими нелегалами работать. И убитых нам до сих пор выбрасывают через границу поляки и литовцы, мигрантов убитых. Но это Господь с ними разберется. Это их проблемы, не наши. Но тем не менее пограничную службу надо даже на том уровне, как она есть, поднимать выше. Нам надо опыт Советского Союза не забывать, но и проспосабливать его к нынешней ситуации. Николай Овсянко освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Колумбии и по совместительству в Панаме и Эквадоре. Криминальная хроника. В Вавруйске задержан оптовый закладчик психотропов. Фигурантом оказался 30-летний местный житель. Он работал на наркомаркет курьером. Мужчина на протяжении двух месяцев получал крупные партии товара. Фасовал их для других сбытчиков в квартире у своего знакомого, пока тот гостил в другом городе. Фигурант задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Установлено, что мужчина распространял наркотики на территории Вавруйска. В тайниках и в квартире обнаружено около 700 грамм альфа-ПВП. Сниженная ставка, бесплатные консультации и обновленные постановления. Минздрав отменил запрет на продажу лекарств рецептом в частных аптеках. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Марина Василевская включена в состав основного экипажа для полета на МКС. В финал, напомним, вышли шесть претенденток. Покорять небеса девушке не привыкать. Она бортпроводница в национальной авиакомпании. Проект научной программы белорусского космонавта сформирован. Состоит из девяти работ по различным направлениям. Полет будет краткосрочным и продлится не более месяца. Беларусьбанк принял решение снизить до 14% ставки по некоторым ранее заключенным займам. Речь идет о договорах на докредитование граждан, которые строят или покупают жилье с господдержкой. При этом необходимо оформить с финансовой организацией допсоглашение. Сделать это можно путем согласия с офертой, которая размещена на корпоративном сайте. Минздрав отменил запрет на продажу лекарства по рецептам в частных аптеках. Ведомство прислушалось к рекомендациям Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Ограничения касались самой распространенной группы учреждений, которые находятся в магазинах, гостиницах, на рынках и вокзалах. Постановление вступает в силу с 1 июня. В стране меняются правила приема в 10 классы. При зачислении теперь учитывается успеваемость прошлых лет. Автоматически перевестись не получится. По профильным предметам отметки должны быть не ниже 7. Средний балл – 6 и выше. Учитывать также будут победы на олимпиадах и научно-практических конференциях. Документы начнут принимать с 12 июня. Адвокаты дадут бесплатные консультации ко Дню защиты детей. Специалисты ответят на вопросы, которые не требуют ознакомления с документами и не связаны с предпринимательской деятельностью. Акция пройдет 1 июня в первой половине дня во всех регионах страны. Подробная информация размещена на сайтах территориальных коллегий. В Беларуси 1 июня истекает срок уплаты подоходного налога. Это касается тех, кто за последние 5 лет продал больше одного дома, квартиры, дачи, машиноместа, участка, гаража. А также в течение года реализовал или поменял грузовик, автобус или свыше одного легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда. Налогом облагаются доходы, полученные и за границей, и не только. Рассчитаться можно в банке и на почте. В безналичном порядке через ЕРИП, в инфокиосках или через личный кабинет. Неуплата подоходного налога влечет за собой наложение административного штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога. А также за каждый календарный день просрочки платежа начисляется пене. Декларации предоставили 689 бобручан. Большинство сделали это в электронном виде с помощью личного кабинета. Сумма по доходам и налога – 891 тысяча, что на 201 больше, чем в прошлом году. Всего с государством рассчитались свыше 80% горожан. Жаркая мода. В магазинах представлены новые летние коллекции. Витрины пестрят стильной одежды насыщенных оттенков. Классические цветочные и арт-принты. Втренделенные костюмы, джинсовые юбки миди и брюки палаца. Об обязательных атрибутах гардероба Елизавета Липеева. За окном настоящее лето, а значит, самое время освежить гардероб. Мастхэв жаркого сезона – платье из натуральных тканей. Предпочтение стоит отдать хлопку или льну. Благодаря универсальным моделям можно создать образ в стиле сафари, боха или романтики. Стоимость изделий от 50 до 100 рублей. Размерный ряд – от 42 до 62. В этом году наша летняя коллекция повысилась на 60%, то есть обновились модели. На торгующие сети Республики Беларусь уже поступило более 3000 моделей летней коллекции. Поэтому приглашаем наши фирменные магазины за современным модным. Здесь представлен широкий ассортимент блузок и рубашек на любой цвет и вкус. Для любителей классики ослепительны белые пастельные тона. Для тех, кто хочет добавить красок в гардероб – цветочные и арт-принты. Стилисты также рекомендуют обратить внимание на прозрачные материалы, необычные вырезы, асимметрию, бахрому и тотал деним луки. Белорусским брендам предпочтение отдаю, потому что качество. Предпочитаю натуральные материалы, стиль чувствуется и славянские традиции. Платья, блузки – все покупаю наше белорусское предпочтение. Видите сами, что одеты, как говорится, натуральные ткани. В универмаге белорусские дизайнеры предлагают стильные сарафаны, платья и костюмы. Тренд этого сезона – брюки-палацца. Сочетать их можно как с укороченными топами, так и со струящимися рубашками и блузами свободного кроя. Для детей – забавные рисунки, стразы и пайетки. Цены обновок для юных модников – от 15 рублей. В нашем магазине представлен широкий ассортимент мужской одежды. Футболки – от 20 рублей, сорочка мужская – от 50, шорты, джинсы – от 50 и выше. Размерный ряд – от 42 до 64. Состав ткани очень легкий. Для жары – это лен, бискоза, хлопок. Обязательный атрибут летнего гардероба – головной убор. В магазинах большой выбор стильных аксессуаров, как для взрослых, так и для самых маленьких. В тренде широкополые шляпы, банданы, кепки, панамы и платки. Они не только защитят от солнечного удара, но и подчеркнут индивидуальность и станут завершающим акцентом образа. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Мир распахнутых сердец. В День защиты детей бобручан ждет насыщенная культурная программа. 1 июня с полудня в парке культуры и отдыха мальчишек и девчонок будут развлекать клоуны. Для ребят подготовили увлекательные конкурсы и зажигательные танцы. Будет работать выставка ремесленников. Любители острых ощущений смогут покататься на аттракционах. В честь Дня защиты детей в парке пройдет акция. Всем детям до 18 лет стоимость билета на все аттракционы составит 2 рубля. Акция не распространяется на аттракционы сальто, тарелка, посещение тира и на виды проката. Около Центра Допообразования детей и молодежи с 11 до часа пройдет инклюзивный праздник «Щедрое сердце». Ребят ждет концертная программа, выставка, аквагрим, спортивные конкурсы и мастер-классы. Здесь же развернутся площадки от ГАИ и МЧС. Безопасность в приоритете, особенно во время летних каникул. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры подогнал «Симон»